Первое интервью в новой должности нашей программы. Только что Артем подъехал в нашу студию. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. Мои поздравления с назначением и спасибо, что нашли время. Вы знаете, вопросов очень много. И самое главное, чтобы наши зрители, все, кто смотрит нас сейчас, поняли, что вы за человек и каковы ваши приоритеты. В первую очередь, скажите, а вот штат вашего бюро, сколько людей будет, когда заработает? Ну, сгодом с законом про Национальное декоративное бюро Украины, штат бюро складывает 700 человек. Одразу хочу отметить, что из этих 700 человек директор имеет право призначити без проведения конкурса лишь четыре. Это первого заступника и трех заступников. Все другие люди, или это начальницей, или это силовые подразделения, или это государственные службы, это детективы и аналитики, они признаются через процедуру открытого конкурса. Я правильно понял, что любой украинец может подать свою кандидатуру в вашего антикоррупционного бюро? Не будь-який украинец, а украинец, который отвечает требованиям для работников бюро, которые назначены в сгоденном законе. И если они отвечают этим требованиям, они будут иметь право без обмежений подать свои документы на участие в конкурсе. И как узнать, когда будет конкурс? В ближайшее время, я надеюсь, будет, запрацует сайт Национального антикоррупционного бюро, и буквально на наступном тижне будет выкладена первая информация про проведение этих конкурсов. Я сразу хочу отметить, что вход конкурса будет транслироваться в режиме онлайн. То есть, будь-який гражданин украины, если он будет иметь желание, он будет иметь возможность с начала конкурса и до его оглашения результатов прослеживать его вход. Ага, так и реалити-шоу только серьезное? Ну, в принципе, будет аналог конкурса на посаду директора антикоррупционного бюро, поскольку все, что происходило в конкурсной комиссии, оно транслировалось в режиме онлайн. То есть, каждое заседание, начиная с оглашения и заканчивая проголосованием результатов конкурса, оно транслировалось в режиме онлайн. Ну, добре, конкурс конкурсом. У вас есть уже какие-то прозвища на примете? Просто вы хотите кого-то запросить? Ну, я еще раз повторю, что я обмежен четырьмя посадами. Я на сегодняшний день почав вивчать особовые справы других кандидатов, которые подавали свои документы на конкурс на занятие посады директора антикоррупционного бюро. Деякие справы уже выбрал, но еще с людьми не связывался. Хочу их все перейти, все 161 комплект документов, те, что вы назвали. И потом, возможно, с ними связываюсь и уже запрошу на співбесіду. Даже если эти люди не попадут в руководство бюро, то, возможно, я перед этим телефоную и запропоную подать эти документы на конкурс, уже на занятие посад керевных в самом бюро. Сколько в самом бюро будут керевные посады, это будут начальники управления детективов, начальники аналитики, начальники отделов детективов. То есть керевные посади будут, и, соответственно, люди, которые имеют опыт керевных посад, они будут... Вы знаете, вы про это говорите, у меня очень простое вопрос, и такое очень насущное у людей, оно сейчас точно возникло. А сколько платить будут? Ну, вы же знаете, эти все разговоры, когда говорят, что люди не могут быть неподкупными, даже в силовых структурах, когда они получают за мало. Ну, тут законодательство поступило правильно, он размер заработной платы представителей бюро, он визначил в законе. То есть не так, как это было, когда было в законе отсылание до постанови Кабмина. А там уже сколько намалювалось, сколько будет. Тут размер заработной платы, он четко прописан в законе. И, ну, как приклад, зарплата рядового детектива, там будут старшие детективы и детективы, то зарплата детектива где-то будет складывать больше, чем 30 тысяч гривен. О, слушайте, это серьезно за нынешних времен? Ну, я, если, ну, это 23 статя закону, если кто-то может посмотреть на эти размеры, это зарплата достойная, тем более, чем по нынешним временам. И я думаю, что она позволит людям сконцентруироваться на работе и заниматься вырешением тех заданий, которые стоят перед бюро. Вы знаете, я вам хочу сказать про что люди думают, на что сподеваются в вашей работе. Есть социологический опрос, который буквально только что появился. Ожидание украинцев. Ну, вот на днях буквально авторитетнейшая организация Transparency International опубликовала результаты опроса. Два месяца расспрашивали, ну, скажем так, капитанов украинского бизнеса. Более двух с половиной тысяч человек опросили. И вот что выяснилось, смотрите, почти 60% опрошенных борьбы с коррупцией не заметили. Почти треть считают, что за последние полгода с коррупцией в стране стало еще хуже. И только 15%, ну, задумайтесь, только 15% опрошенных говорят, что почувствовали улучшение. Вот что еще интересно, регионами, где хуже всего обстоят дела, бизнесмены назвали Одесскую, Запорожскую и Хмельницкую области. А вот самыми коррумпированными ведомствами руководители предприятия считают, ну, вы наверняка догадались, налоговую Агентство земельных ресурсов, ГАИ, Таможню и МВД. Скажите, а вы как-то собираетесь приделить, ну, скажу так, приделить особую увагу каким-то проблемным, або проблемным регионам, або проблемным галузям? Есть у вас такие планы? Я хочу начать с правильных регионов. Закон позволяет директору створить региональные управления, не больше семи по Украине, без привязки до определенного города. То есть, если будут результаты соцопросов, и будет заявлено, что, например, Одесса есть один из накорумпованных мест в Украине, то директор бюро своим решением имеет право створить там региональное управление, которое будет работать уже по этому региону и выявлять коррупцию. То есть, ваши сотрудники могут непосредственно работать в каком-то месте, в каком-то регионе? Ну, я же говорю, что можно створить не больше семи территориальных осіб. Ну, как, например, Одесса, Харьков, Львов. Ну, то есть, на росту директора, с урахованием той криминогенной обстановки, которая в этих местах. Какими справами вы будете заниматься? Знаете, я, может, таки простой вопрос, скажу, но про него много кто думает. Кому уже сейчас начинать бояться? На каких уровнях, в каких ведомствах? Ну, приоритетами бюро являются посадовцы высших эшелоней влады. Это будет первым приоритетом. Мне удивительно, что в этом перелеке нет представителей судовой гилки влады. Можливо, это объясняется тем, чтобы опитывали представители бизнеса, а не граждан. Приоритетом будет судовая гилка влады, причем, начиная с высших судов и закінчивая нижчими судами. Это все является предметом расследования Национального антикрупционного бюро. Все, что последовательно бюро, этому будет пределена максимальная увага, оскільки я считаю, что если где-то изменится это исследование, там будут другие службы. Ревень коррупции, мне кажется, он плюс-минус одинаково высокий у всех органов. Я напомню, у нас Артем Сытник, глава антикрупционного бюро, но выназначенный глава в студии. Мы все устали от коррупции, еще и потому, что большие деньги, в отличие от кредитов МВФ, идут в страну только тогда, когда здесь четкие и чистые правила игры. Еще раз напомню, Артем Сытник, глава Национального антикрупционного бюро у нас в студии. Вы знаете, у меня два вопроса. В первую очередь, ну, щойно в этом израильском сюжете показали людей из гражданности, которые иногда делают даже больше, чем полиция. Будет какая-то гражданская структура, какие-то радники, люди с опытом, которые смогут вам допомогти, тем более, что сейчас будет структура ваших следователей, только формироваться? Участь в гражданности, вона передбачена с начала формирования кадров бюро и в ходе создания функций бюро. Про что я говорю? При бюро будет створена гражданская рада, которая будет делеговать своих представников, по три представника, в конкурсной комиссии, которые будут заниматься выбором кандидатов на посадки в антикрупционном бюро. Это будет прямая участь в гражданности в призначении кадров бюро. Это первое. Другое. Только что прозвучало, и это является нашим пріоритетом, все же таки, лоббеювати подальше зняття закрытости информации в государстве. Оскільки в нашей стране информация закрыта. Право властности у нас закрыто. Никто не может подивиться, на какие объекты нерухомостей, на каком конкретном чиновнике зарегистрировано. Чекайте, чекайте. А ось пока ваша структура формуется, ваши следствия только набирают их, сможете какие-то люди, которые уже имеют опыт, имеют факты, что-то для вас подготовить, чтобы не с нуля начать? Так. Сейчас вы говорите о вопросе о создании такой консультативной ради, которая уже начнет работать над анализом тих данных, которые будут в открытом доступе. И пока будет формироваться штат, эта консультативная рада, она працюет певные аналитические материалы, которые будут переданы призначенным детективам. И детективы будут начать не с нуля, а фактически из уже готового материала. Они будут его допрацьевывать и региструвать криминальные проведения. Артем, я вижу, у нас буквально хвилина осталась. Я вам надзвичайно вдячен. И у меня еще вопрос о иноземстве. А представители ФБР, представители финансовой разведки американской, с американскими дипломатами, я особо говорил, говорили про готовность помогать Украине. Они имеют там не только опыт, опыт у нас есть. Они имеют технологические возможности, базы данных. Вы готовы и вы собираетесь с ними współпроцювать? Ну, будут у вас там где-то контакты с тем же самым ФБР по гучных справах, которые весь там бюро? Мы готовы, мы желаем этих контактов. Мы желаем контакты с всеми службами, которые имеют успешный опыт борьбы с коррупцией, оскольких у нас таких служб, на жаль, в Украине пока что нет. Я надеюсь, что наша служба станет первой такой службой, благодаря этим контактам с теми людьми, которые вы назвали. В первую очередь, ФБР. Дякую, что были в нашей студии. Нашим глядачам мне особо было очень важно вас не только побачить, потому что, знаете, в новинах мы тоже вас бачили, а почути и дознаться про ваши пріоритеты. Дякую. Спасибо.